В День российского кино лидер «Справедливой России» Сергей Миронов провел видео-встречу с режиссером, сценаристом и продюсером Кареном Шахназаровым. Хочу поздравить с Днём российского кино, пожелать успехов вам, замечательного концерна «Мосфильма» и всего самого-самого доброго. И, Карен Георгиевич, хотел бы поговорить о «Мосфильме», как пережили пандемию, какие планы, что получается, какие проблемы. Сегодня «Мосфильм» – ведучая и самая крупная предприятие киноиндустрии в России. Концерн стабильно развивается, готовятся новые павильоны, но во время пандемии денежные потери составили порядка 100 миллионов рублей. Все ЦК были закрыты, но в отчасти работали, потому что в «Мосфильме» идут прямые эфиры некоторых телевизионных новостных программ, которые, конечно, невозможно было закрыть. Все остальные были на карантине, мы выплачивали полностью зарплату, так сказать, своим сотрудникам. Мы в этом смысле все обязательства выполнили. Сейчас, после разрешения, мы начали работать. Сейчас в процессе более 50 проектов. Это сериалы, кино и ТВ-программы. На встрече также обсудили развитие современного кинематографа. Стороны сошлись во мнении, что российское кино намного слабее советского с точки зрения художественной идеи. Конечно, очень мало картин производится для такой страны, как Россия, потому что мы производим порядка, насколько я помню, порядка 100 картин, что ли, в год, плюс-минус. 100 картин в год для... Франции производят 400, в Франции население 60 миллионов, у нас почти 150. С таким количеством картин, в общем, трудно себя позиционировать, в общем-то, как какое-то явление в современном мировом кино. Для этого производство фильмов должно финансироваться не только государством, но и с помощью рыночных механизмов. Политика-режиссер договорились продолжить общение и встретиться лично осенью на Масфильме. Продолжение следует...